Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Пятилетки. Как выбрать амплуа?». Статья написана во вторник 23 июня 2020 года. Мой единомышленник Олег озадачил меня поставленным мне вопросом. Как выбрать для малыша, который мало что понимает в футболе, подходящее для него амплуа? Как? Его вариант приблизительно такой. Самого высокого ворота, самых быстрых в нападение, самых смекалистых в центр полузащиты, а всех остальных в защиту. Как-то так. Он еще заметил, что как вариант можно дать возможность детишкам поиграть в двух сторонке и понаблюдать за их склонностями. Но сам заметил, что такой способ не очень эффективен, так как малыши будут все толпой бегать за мячом. Прав ли мой единомышленник или нет? Если выяснится, что мое видение отличается от видения автора вопроса, то получается, что мы не единомышленники вовсе. Даже если так и случится, то это не будет ни о чем говорить, так как в фундаментальных идеологических вопросах футбола мы мыслим одинаково. Два слова о двух сторонке. Нельзя сказать, что бегание толпой за мячом ничего не покажет. Совсем нет. Покажет. Что? Будет видно, как ребята более активны. А какие ребята более активны. Какие менее. Какие двигаются быстрее, а какие не так быстро. Возможно, даже обдуманно. Кто-то будет стремиться к воротам соперника, а кто-то не будет спешить в атаку, а оставаться чуть сзади. Такое наблюдение, безусловно, даст свои плоды. Но говорить о настоящей эффективности при таком способе определения потенциала малыша, конечно же, не приходится. Во-первых, уверен, что Олег высказался экспромтно, без особых раздумий. И должен сказать, что в некоторых моментах попал в точку. Начнем с вратаря. Самый высокий малыш в ворота. Не думаю, что правильное решение – это, скорее всего, результат существующих шаблонов, догм. Мол, в подавляющем большинстве команд в рамке стоят высокие футболисты. А если так, то и мне нужно выбрать высокого мальца. Я с этим не согласен. Точнее, согласен наполовину. На какую – сейчас объясню. При выборе вратаря я бы сделал так. Разделил бы малышей на две группы. Одна группа – ребята с меньшим ростом, а другая – более рослая. Вот с этой группой я бы начал работать в плане определения, кто из них более подходит к вратарскому амплуа. Я бы взял теннисный мячик или мячики и попросил малышей ловить эти мячики после отскоков от стены. После отскоков от пола. Когда выбрал бы несколько лучших, то попросил бы их ловить мяч после отскока от двух стен сразу. То есть кидал бы мяч о стену под острым углом, но так, чтобы тот отрикошетил в другую стену, а отлетевший мячик уже от второй стены нужно было бы поймать. Есть и другой вариант. Попросить ребят поймать сразу два мячика, брошенных в стену. Понятно, что никто из них эти мячики бы не поймал. Но я бы увидел, кто из них был бы ближе к успешному исходу этого упражнения. Если говорить проще, то мне нужно было бы узнать, какова реакция у этих ребят. Выбрав из этих ребят несколько наилучших, я протестировал бы их на высоту прыжка. И у того, кто показал бы наилучший результат, я бы поставил в ворот. А других кандидатов на вратарское амплуа взял бы на заметку под названием потенциальное вратаре. Это очень топорный подход к решению этой задачи. Но суть именно такая. Ведь я еще не сказал о тестировании на смелость, на рывок. Ведь эти моменты тоже очень важны для вратаря. Но на первом этапе те требования, которые я предъявил бы к кандидатам во вратаре, были бы именно такими. Теперь о кандидатах в нападении. На передней линии команды должны быть игроки с наилучшей координацией и наилучшим рывком. Это самое главное для нападающего. Подавляющее большинство футбольных спецов считает, что самое главное в нападении – это скорость. Глубокое заблуждение. Скорость важна, но она вторична по отношению к рывку. Хорошая скорость нужна вингбекам и вингерам. Да, скорость при контратаках, безусловно, нужна нападам. Но какой процент таких атак по отношению ко всем остальным атакам, где доминируют позиционные атаки? В том-то все и дело. Взрывная скорость – вот визитная карточка нападающего. А координация ему нужна для того, чтобы он с наименьшими трудностями овладел искусством обманных движений и резких смен направления движения. Самых смышленных Олег предлагает ставить спайдерами. Абсолютно согласен. Спайдер – это мысль, это мудрость, это взрывная скорость и хорошая координация. Самых быстрых я бы ставил вингеры и вингбеки, как я уже сказал. У них есть еще одно качество, архиважное для них – выносливость. Но последнее можно развить, а вот со скоростью труднее. Все зависит от природных данных, от процентов быстрых мышечных волокон. Самая же сложная задача – это защита. Как правило, защитники – это неудачники в озвученном отборе. Как правило, это те, кто определяется по остаточному принципу. В нападении Негодин к полузащиту тоже во вратаре не восхитил хорошей реакцией и рывком. А если так, то твое место в защите. Неправильный, я бы сказал, пещерный подход к выявлению защитника. Если говорят, что вратарь – это полкоманды, то защитник – это четверть команды. Защитники – это не только умение блокировать любую обводку, не только умение побеждать нападающих соперников в жестком контакте, не только умение подстраховывать друг друга на последней линии обороны, не только умение держать линию и уметь создавать искусственное положение вне игры. Это еще и первый контратакующий пас. Это еще и видение поля, без которого о первом контратакующем пасе можно только мечтать. Это еще и отменная игра головой. И одно из самых главных качеств – умение выбирать позицию штрафной для полноценного противодействия сопернику при фланговых навесах и розыгрышах угловых ударов. Как здесь быть? Может быть, ну их, этих защитников, а? У нас, мол, в нападении взрывные ребята в полузащите, мудрые ребята, а защита не очень интересна, так как на пропущенный гол мы всегда ответим двумя забитыми. Правда, красиво я рассуждаю? Если бы так было в реальной жизни, то я бы аплодировал такому рассуждению. Но загвоздка состоит в том, что ни мощного нападения, ни мудрой техничной полузащиты в современном футболе днем с огнем не сыскать. А если так, то волей-неволей приходится делать ставку на защитников. Вот почему при тотальной технической безграмотности современного футбола в защиту отбирают ребят мощных, чтобы можно было эффективно вести контактную борьбу, высоких, чтобы можно было успешно бороться на втором этаже. Обратите внимание на то, что антропометрия в современном футболе интересует тренеров только тогда, когда речь идет о защитниках. Никаких ростовых требований к полузащите, никаких к нападающим. А знаете почему? Да потому, что при тотальной технической убогости необходимо хоть как-то обеспечить надежность обороны в команде. Вот и берут туда рослых и мощных ребят. Миллионный раз говорю о том, что современный футбол сам свидетельствует против себя. Он, то есть современный футбол, говорит, так как мы не знаем и не умеем готовить никого, а самые неспособные у нас в защите, то за счет необходимой антропометрии мы обеспечиваем относительную прочность оборонительных рядов команды. Дорогие мои тренеры, футболисты и болельщики, не обижайтесь на высказанную мною правду. Ведь тотальная техническая убогость – это правда. Ударная техника – твердая двойка, прием жестких передач – твердый кол. Двуногость даже не обсуждается, ее нет ни у кого. Игра головой 3 с минусом с очень большой натяжкой. Подкаты – двойка. Лишь ведение мяча тянет на тройку и то с очень большим авансом. Так что, ребята, на правду не обижаются. Так что же будем делать с защитой? Как выявить у мальца желание играть в обороне, а не в нападении? Для этого необходимо понять прежде всего, что такое оборона в футболе. Это результат неудачного отбора в другие линии команды. Это особая антропометрия или же это врожденное желание оборонять ворота? Конечно же, я могу ошибаться, но почти уверен, что подобных исследований никто не проводил. А такие исследования нужны как воздух. Следующее, что я хочу сказать. Допустим, что вы отобрали в обороны высоких и мощных ребят. А теперь ответьте мне, пожалуйста, насколько легко и трудно, или трудно, таким ребятам будет противостоять юрким и скоростным футболистам нападения. Только честно, а? Или по вашему нападению это тотальная тупо слепые навесы в штрафную, где нужно иметь только массу и рост? Ответьте, пожалуйста, честно. Если не мне, то хотя бы себе. Ну и как? Пазл не очень складывается, правда? Так кто же должен быть в обороне? Я уже говорил и не раз о том, что рост в обороне не обязателен, так как существуют техники высокого прыжка. Раз и умение выпрыгивать в корпус нападающему при борьбе за верховой мяч, когда соперник уже выиграл такую борьбу и готов подставить голову под мяч. Это два. Ребята, современный футбол – это настолько непаханное поле, что размышлений и выводов еще хватит не на одно поколение при существующих правилах в этой игре. Например, абсолютно уверен в том, что один из центральных защитников должен называться не только супербэком, так как именно он отвечает за линию обороны, особенно при создании искусственного положения вне игры, а еще и мини-спайдером, так как именно он руководит командой при выходе из обороны, в частности при незамедлительном осуществлении первого контратакующего пасса. Другими словами, в обороне нужен не только рост, не только масса, но и мозги. Как же здесь быть? Могу дать совет. Определение защитников в команде – это самая трудная работа из всех касающихся расстановки ребят по соответствующим амплуа. Допустим, что вы определили, кому и где играть. Тогда дайте возможность несколько двух сторонок поиграть так, как вы определили, а потом несколько поменяв линии местами. И не просто меняя местами оборону и нападение, а оборону и полузащиту, полузащиту и нападение. Только так вы сможете выявить ментальность каждого ребенка. Самой высокооплачиваемой работой в нашем мире должна быть работа учителя в школе. А самой высокооплачиваемой работой в футболе должна быть работа детского тренера. Это от них зависит напрямую успех национального футбола. Кажется, сказал все, что хотел. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, неожиданного и эксклюзивного. До новых встреч! До новых встреч!